Здравствуйте! В эфире на телеканале ЛРТ Плюс итоговый выпуск новостей, во время которого мы познакомим вас с важнейшими событиями, произошедшими на этой неделе в нашем регионе. Сегодня в программе. 35 лет назад народы Балтии объединились в борьбе за независимость. В Крыжах откроется фельдшерский пункт. В Даугавпилсе построят многоэтажный жилой дом. 23 августа исполняется 35 лет с тех пор, как страны Балтии объединились в мирном протесте в рамках Балтийского пути. Около двух миллионов человек объединились, чтобы создать живую цепь длиной около 670 километров, соединяющую столицу стран Балтии. Сюжет на эту тему подготовили наши коллеги из телевидения Видус Даугавас. Первая группа поддержки Народного фронта в Латгалии была основана в Ливанах. Группа поддержки действовала и в Ливанской средней школе номер один. Ее возглавляла Анита Реттеере, 35-летняя жительница города, которая в то время работала учительницей. Она была одним из организаторов поездки на акцию протеста. Жители Ливан во время Балтийского пути находились на шоссе в Лигатне. Мы были как маленький филиал, участвовали и ехали. Мы понимали, что это очень что-то большое, что это цепь через всю Балтику. Анита отправилась на Балтийский путь вместе со своей 11-летней дочерью. В других местах пели песни, но она помнит, что жители Ливан провели эти 15 минут в полной тишине. Мне не было страшно, как бы не страшно, это на самом деле было. Я не настолько смелая. Все понимали, все хотели быть там. Это было похоже на что-то. Если вся Балтия организуется, значит, надо ехать. Одним из организаторов был на тот момент 28-летний Александр Карпенко, который тогда возглавлял Ливанский домостроительный комбинат. Именно заводы и предприятия были важны в Ливанах в этот период, потому что они обеспечивали транспорт и другие важные вещи. Советский Союз был тоталитарной системой, чрезвычайно сильным политическим контролем. И представить себе, что ты вдруг почувствовал свободу, и другие тоже. Все делали все с радостью, потому что это было что-то другое. Это было осознание себя, государственности и единства. Очень бурное, динамичное, очень легкое время. Я не чувствовал, что участвую в историческом событии. В то время мы делали все, чтобы сдвинуть систему. Прошло 35 лет, а мир все еще ощущает российскую агрессию. Возникает вопрос, смогут ли люди снова пойти на такой смелый шаг. Наш народ может объединиться ради чего-то важного. Сейчас мы свободны. Но если возникнет угроза, народ снова объединится. Балтийский путь показал, что вера в демократические идеи объединяет народы стран Балтии. Это укрепившееся чувство братства, единства и общей цели стало важным фактором политического участия, которое привело к восстановлению независимости наших государств. Совсем скоро в самом отдаленном микрорайоне города Крыжи начнет работу фельдшерский пункт, где первую медицинскую помощь смогут получить местные жители. Однако в ближайшем будущем самоправление собирается преобразовать его в докторат. 23 августа комиссия Думы отправилась на место, чтобы осмотреть отремонтированные помещения, где в скором времени откроют двери медпункт. На место отправилась и наша съемочная группа. В конце прошлого года по инициативе председателя Комитета по городскому хозяйству и развитию Игоря Алексеева в Крыжах прошло выездное заседание, на котором обсуждалось дальнейшее развитие данного микрорайона. Местные жители высказали свое пожелание относительно открытия в Крыжах доктората, где они могли бы получить необходимую медицинскую помощь. Этот вопрос был приоритетным для самоуправления. Под эти цели было выделено помещение, где не так давно завершился ремонт. И уже совсем скоро здесь откроют двери фельдшерский пункт. Для того, чтобы это все сделать, надо было, во-первых, найти помещение, во-вторых, обеспечить все необходимые условия. Так это и возможность обслуживать инвалидов, то есть видос, пиа и амиба, та самая. И семейный врач должен был быть найден. Но врачи семейные – это, по сути дела, сейчас бизнес в Латвии, а поэтому они вправе выбирать, где им работать, где им не работать. И поэтому здесь мы очень хорошо посотрудничали с государством, решили, что мы сделаем следующим образом. Самоуправление найдет имущество свое, самоуправление это имущество подготовит, сделает ремонт, видос, пиа и амиба, все необходимые условия, вложит свои деньги и немалые. А государство со своей стороны обеспечит обслуживание, то есть содержание этого помещения и содержание фельдшера. Здесь на самом деле будет фельдшерский пункт. Но это только пока. В этом уверена депутат Далговпилской городской думы Ливия Янковская, которая в свое время поддержала проект открытия в крыжах фельдшерского пункта. Она много лет связана со сферой медицины и хорошо знает, насколько важна своевременная медицинская помощь. Я надеюсь, что когда наши врачи увидят, насколько здесь хорошее помещение, и что здесь будет и фельдшерский пункт, то обязательно, я думаю, что здесь будут оказываться не только те медицинские услуги, которые может оказывать помощник врача, но что мы планируем, что здесь также и будут работать специалисты, будут проводить консультации. И жителям крыжей здесь действительно будет возможность очень быстро, оперативно получить медицинскую помощь. Фельдшерский пункт в крыжах начнет работу 1 октября этого года. Пока речь идет только о приеме помощника врача. Однако, учитывая, что он будет частью Далговпилского центра здоровья детей, скорее всего, в будущем здесь будут вести прием не только семейные врачи, но и специалисты более узкого профиля. Детям с диагнозом аутизм не хватает в регионах поддержки. В большую очередь к специалистам, нехватка специалистов, способных провести необходимую диагностику. Самая большая поддержка для родителей – это другие родители, которые столкнулись с подобными проблемами и основали ассоциацию аутизма. Уже год по всей стране их силами проводятся специальные занятия. Об этом в нашем сюжете. Санта, мать четверых детей, тоже принимает участие в этих занятиях. У ее старшего сына был диагностирован аутизм, и теперь ей приходится приспосабливать свою жизнь к новым условиям. Путь к диагнозу был долгим. Он начал говорить довольно рано и хорошо развивался, но другие симптомы, признаки в его развитии не были нормальными. Эти занятия организовала Ирм Гарде. У ее дочери тот же диагноз. Если дети находят общие интересы, они также начинают сотрудничать, что очень важно для аутистов. Находить особые таланты детей, давать им возможность попробовать себя в разных областях. Будто движение, игра эстафета, сотрудничество, что важно. Различные музыкальные таланты, которые у нас есть. А также лего, программирование, работика, технологии. Обе женщины обеспокоены длинными очередями к специалистам и их доступность в регионах. Поэтому и была создана Латвийская ассоциация аутизма. Организовать занятия в регионах сложно, так как реакция непредсказуема. Также сложно найти родителей, так как они после предыдущего, не очень удачного опыта, тщательно выбирают мероприятия и занятия, которые хотят посещать. Сначала они волновались, как будет чувствовать себя ребенок и как все будет. Но в итоге они провели пять часов. И все эти пять часов они видели, что ребенок работает. Ему очень хочется работать с глиной. Он с удовольствием работает с работикой. То, что он никогда не пробовал, а он даже программирует и делает. Проект рассчитан на один год в регионах. Занятия организуются там, где есть наибольший отклик. Самая большая проблема в Латвии заключается в том, что диагностика занимает много времени, длинные очереди к специалистам и их доступность. Государство оплачивает медицинские и диагностические услуги. В настоящее время официально в нашей стране зарегистрировано около 500 детей с аутизмом. Но на самом деле это число, безусловно, больше. В Далгопилсе, возможно, появится еще одна многоэтажка, которая будет построена в рамках проекта Министерства финансов. Дом на 120 квартир предполагают использовать для специалистов, которых так нуждается наш город. Подробности в нашем сюжете. В рамках новой программы развития, которую продвигает Министерство финансов, 17 самоуправлений, ранее выразивших заинтересованность, могут получить средства на строительство многоэтажных жилых домов. В этом списке фигурирует и Далгопилс. Далгопилс является одним из аутсайдеров в обновлении жилищного фонда. Мы планируем поучаствовать в программе, которую разрабатывает Министерство финансов для строительства многоквартирных домов для специалистов. Далгопилс планирует себя заявить на 120 квартир. Конечно, эта информация еще не точна. На следующей неделе только рабочая группа приступит к своей работе для того, чтобы четко изъявить критерии, плюс выбрать место. На сегодняшний день в этом контексте активно обсуждается микрорайон Ругели, где достаточно места для строительства многоэтажки. С учетом того, что мы сейчас строим здесь дорогу и автостоянку по улице Академика Графтево, плюс развивается сам по себе район. В ближайшие дни представители самоуправления обсудят проект, установят критерии и требования, а затем в конце сентября подадут все необходимые документы для получения гранта на строительство в городе многоэтажного жилого дома. Лагерь Суплок Лагерь Суплок в этом году отмечает свое пятилетие. Он собирает подростков и молодых людей со всей Латвии в поселке Роговка Резакнинского края. В течение недели они изучают латгальский язык и историю культуры, а также участвуют в творческих занятиях, связанных с искусством, музыкой и спортом. В этом году впервые был организован мастер-класс по выживанию. Организаторы надеются, что в перспективе можно будет чаще задуматься об организации подобных лагерей в разных местах Латгалии в течение всего лета. Об этом в сюжете наших коллег из Латгальского регионального телевидения. Музыка – лишь одно из творческих занятий в лагере Суплок. Подростки и молодежь разучивают мелодии популярных песен и сочиняют собственные композиции. Более 30 участников из Резакнинского и Лодзинского краев, Прейли, Ливен, Екапелса и даже Курзинского региона в течение недели изучают другие виды искусства и традиции. Я из Курзема. Там есть район, который называется Пурос. Почти все мои родственники латгальцы, мой дедушка и бабушка, родители отца – все они латгальцы. Мы все поддерживаем язык, стараемся, чтобы латгальский язык развивался. Мои бабушка и дедушка из Латгалии, они живут здесь. И мой друг посоветовал этот лагерь. Я совсем не говорю по-латгальски, но я понимаю. Мне очень нравится танцевальный вечер. Лагерь проводится в Роговке уже в пятый раз. И в этом году основное внимание уделяется навыкам выживания в кризисных ситуациях. Вот ват, это из серии Мартинша-Ритинша. Если в холодильнике ничего нет, возьмите филе лосося. Чем больше мы туда кладем, чем лучше все фильтруется. Здесь нужно положить древесный уголь. Во время занятий молодые люди также занимаются спортом. Учат латгальский язык, изучают историю семьи и значение личных имен. Например, название лагеря «Суплок» означает быть вместе или бок о бок. Победить «Суплокитов» – задуматься о собственной идентичности. Она не всегда бывает только латгальской. У нас есть движения, есть музыка, есть практические занятия, на которых в этом году делали ловцов снов, красили рубашки в разных техниках. Еще мы готовим, печем и делаем разные вещи. Я хотела узнать больше о латгальском языке и истории. Мы делаем креативные маски с нашими любимыми персонажами. Мы печем всевозможные латгальские лакомства, например, творожный пирог. За эти дни мы сделали несколько интересных вещей. Мы ездили на экскурсии, мы ездили в Котене, посетили их хозяйство. И там были всякие классные мероприятия. Потом мы пошли к Андрису Слайшансу, в его комнату отдыха. Снова пойдем в поход. Надеюсь, день будет хорошим. Участники записались в лагерь в рекордные сроки. Всего за несколько дней организаторы заметили, что в Латгале мало предложений подобного рода и в будущем на долгосрочной основе. На государственном уровне следует подумать о поддержке организации таких лагерей в разных местах региона в течение всего лета. Семья также не получает достаточной поддержки, потому что в действительности самые большие расходы – это зарплата учителей и их содержания, а не творческие фонды. Если бы лагеря были регулярными в течение лета, не по одному, например, да, где их организовало движение Волода, а мы их организуем, а, например, если бы можно было использовать каждую неделю лета для такого лагеря, это принесло бы большую пользу обществу и, конечно, самим молодым людям. Пока неизвестно, будет ли лагерь проводиться каждый год или через год. Но организаторы надеются, что взрослые участники пополнят ряды педагогов и передадут свои знания подрастающему поколению. В этом году в честь юбилейного года все вместе спели гимн лагеря. Субтитры создавал DimaTorzok И в завершении программы о погоде. Эта неделя завершится в Латвии 30-ти градусной жарой. И на следующей неделе продолжится лето. Будет преимущественно сухо, солнечно и тепло, прогнозируют синоптики. В субботу, 24 августа, количество облаков сократится, будет светить солнце и не ожидается осадков. Юго-западный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду. Ночью на побережье порыва достигнут 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет не ниже 13-18 градусов, днем поднимется до 19-24 градусов. Местами на юго-востоке страны до 26 градусов. В воскресенье небо будет преимущественно ясным, но с приближением с запада холодного атмосферного фронта во второй половине дня местами в Курзумы, а вечером и в центральной части страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Ночью будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 10-17 градусов, днем ожидается порывистый южный ветер, воздух прогреется до 26-31 градуса. На следующей неделе усилится антициклон, поэтому погода будет преимущественно сухой и солнце лишь временами будет скрываться за облаками. В первой половине недели ожидается преимущественно слабый северный ветер. Температура воздуха ночью местами опустится чуть ниже плюс 10 градусов, кое-где образуется туман, а днем воздух будет прогреваться до 20-25 градусов. Ожидается, что во второй половине следующей недели восточный ветер принесет более теплый воздух, временами температура может приближаться к отметке в плюс 30 градусов. И на этом мы прощаемся с вами, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова